Всем привет из Киева, столица Украины! Сегодня 22 декабря 2020 года, а у нас засили долгоносиков. Да, вот это жуки-долгоносики. Называются рисовые долгоносики. Если вам интересно, кто это такие, оставайтесь с нами, поговорим, как они развиваются, откуда они появляются, как, возможно, вы сможете с ними бороться и чем они интересны. Вы видите, что их много, я их уже показывал в этой коробочке, где они активно отсюда выбегали. Но здесь они уже побыли пару дней, даже больше, выходные, хорошо освоились и уже начали питаться, откладывать яйца и грызть перловочку, потому что рисовые долгоносики повреждают различные зерна и различные изделия мукомольной промышленности. Даже могут повреждать разные макаронные изделия. Городскому жителю обычно их очень сложно увидеть, потому что они небольшие, они очень редко встречаются. Да и откуда у вас обычно зерно в городе? В основном это бедствие для сельских жителей, которые пользуются различным зерном. И вот сверно-то они как раз очень хорошо и любят. Мы видим, что они стали какие-то серенькие, пёстренькие. Они стали грязно измазанные, потому что все уже погрызли, подпитались и самочки начали откладывать яйца в зернышки. Здесь как раз от перловочки. Сейчас вы посмотрите, как выглядят испачканными жуки. Они все в муке, все испачканные. Уже более веселые, потому что нашли здесь еду, уже не столь активно выбегают. Видимо, мука и зерно их активно привлекают. Но, тем не менее, при желании они будут обычно убегать от света, прятаться в различные углубления и искать себе убежище от света. Это рисовый долгоносик по латыни Ситофилюс Аризы. Есть очень близкий амбарный долгоносик Ситофилюс Гранариус. Однако хорошо отличается тем, что рисовый долгоносик, летает. Иногда здесь от яркого света некоторые экземпляры начинают активно открывать верхние надкрылья и перелетать. Вот уже мы видим с правой стороны экземплярчик, который идет и у него открытые над задние крылья перелетает. Но большинство пытается спастись просто активным бегством от яркого солнца, топ-то от лампы. И даже некоторые экземпляры уже погибли. А иногда жуки просто притворяются хорошо мертвыми. Они складывают лапки, чтобы переждать какую-то опасность. Притворяются, чтобы их хищник, какой-то птичка не тронуло. И через несколько секунд они потом активно начинают свое движение в поисках нового места обитания, новой пищи. Чем опасен рисовый долгоносик? Опасен тем, что повреждает различные продукты. Личинки, которые развиваются из яйца, которые откладывают самочки, они повреждают зерна. Зерна ржи, пшеницы, ячменя, овса, кукурузы, риса, гречихи и даже некоторые мучные изделия и макаронные изделия. Жуки предпочитают зерна ржи, пшеницы, ячменя и выбирают в сухом помещении места с повышенной влажностью. Иногда мешок, который заражен рисовым долгоносиком при выведении самих долгоносиков, даже разогревается, становится горячим, потому что выделяются продукты выделения жуков, повышается влажность и становится такая почти что пожароопасная ситуация. И мешок нагревается. Обычно такой мешок уже зерном и такое зерно уже непригодное к использованию даже домашними животными, потому что в таком зерне остаются продукты жизни и деятельности жуков и его лучше, в общем-то, выкинуть на улицу. Жуки, конечно, не поебнут, даже зимой они, возможно, просто перезимуют, уйдут в спячку так же, как и уйдут в спячку на небольшом морозе личинки. Ну, если хотите, вы можете их заварить кипяточком, если вы их обнаружили рядом с другими запасами зерна. Как же развиваются эти жуки? Вот они так хорошо летают и прилетают к вам откуда с улицы, потому что они хорошо чувствуют запасы зерна и макаронных изделий. И личинка развивается в зерне, продуктах, зернопродуктах с влажностью, влажностью около 7-8 процентов, достаточно низким. С более низким, ниже 6 процентов, практически, развитие прекращается, поэтому понижение влажности одно из мер предотвращение заражения. Самка откладывает яйца, эмбрион развивается в течение 6-9 суток и потом начинают развиваться личинки, которые развиваются около двух недель, 12-16 суток в зависимости от температуры. При низкой температуре 10 градусов длится до 17 суток развития. Повышение температуры сокращает сроки развития личинки и она развивается за 15 суток в зерне. Личинки превращаются в куколку и фаза куколки продолжается 7-10 дней в зависимости от температуры, а в году может развиваться до двух поколений. Как я уже говорил, рисовый долгоносик многоядный вредитель и кормом могут служить зерна. Рис, оржи, пшеницы, ячменя, овса, кукурузы, сорга, даже сухари, макароны, печенье и слежавшиеся мучные изделия. Так что вредитель очень опасный и нужно с ним бороться убирая различные рассыпавшиеся зерно, а различные мучные изделия храня в плотных закрывающихся контейнерах. При хранении больших объемов продукции, конечно, предотвратить заражение очень сложно, поэтому на больших продуктовых складах, зерноскладах подвергают обработку при помощи фумигации. Вот мы видим этот борьбы, конечно, на больших зернохранилищах. Это фумигация, зернообработка различными газами в закрытом помещении, который уничтожает жуков и предотвращает их расселение, распределение по другим местам, потому что они активно, видите, передвигаются и могут проникать в различные закрытые и слегка открытые коробочки, контейнеры, изделия, а потом оттуда также прекрасным образом и выбираться. А фумигация вызывает полностью их гибель. Главное, что продукты... будешь в титрах каждого фильма, будешь спонсором. Давай-давай, бегом-бегом-бегом. Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. Клик-лик-лик. Это так просто? Клик-лик-лик-лик-лик. И так интересно. Да-да. Вот такие дела. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok